Всех приветствую! Сегодня я немножко расскажу про нашу систему, точнее про некоторый такой ряд систем, семейство систем. Компания SmartAgro. С этим программами и продуктами для автоматизации процесса в сельском хозяйстве так или иначе мы занимаемся с 2012 года. Собственно, на данный момент у нас есть множество клиентов, подключено около 3000 объектов на прямую к нашему iot-серверу и около 1,5 миллиона гектар в той или иной мере присутствуют в системе. Мы по ним собираем данные, помогаем нашим клиентам повышать свою эффективность производства. Значит, если кратко, то система охватывает практически все аспекты управления производством в растеневодстве, хотя мы в какой-то мере уже зашли и в животноводство, в процессы животноводства, но в основном все-таки наши клиенты сейчас из сферы растеневодства. Начинаем мы с так называемого контроля активов, то есть это земли, это техника, это то, что выращивается на данный момент, незавершенное производство, ну и, конечно же, урожай. То есть все это делается для того, чтобы клиенты получили хороший урожай, достаточного качества с нужной вентабельностью. Достигается это еще за счет планирования производства, то есть система полностью поддерживает все процедуры формирования технологической карты вплоть до, допустим, каждого поля. В дальнейшем она показывает, на основании технологической карты можно сформировать всю плановую экономику производства по статьям, затрат, потребность материала, техники и так далее. Все тарифы, расценки, то есть с экономической точки зрения, с агрономической, агрономы с экономистом могут спокойно в нашей системе сформировать все технологические карты, проверить их на соответственную норму расценкам, получить результат и дать обоснованные планы по затратам и по вентабельности экономики. И в конечном итоге наша система на основании, мы как бы, что мы хорошо умеем, это сформировать данные, полученные из вещей, каких-то, ну то есть датчиков, именно в бизнес значимые показатели. Такие как объемы работ, качество работ, расход галючих-смазочных материалов, СЗР, удобрений, производить на основе этого расчет заработной платы и нивелировать риски различные, которые возникают в производстве. Значит, какие у нас сейчас основные сценарии внедрения системы? Это приблизительно за последние три года приведены примеры. Это минимизация человеческого фактора, производить оперативные сводки по выполнению полевых работ, но не только оперативные сводки, но и формирование, естественно, путевых листов, учетных листов, сбора затрат, формирование контрольных показателей по качеству. Все это делается в оперативном режиме, то есть если, допустим, хозяйство собирало до этого отчетность по телефону в Excel на основе непонятных данных, поступивших от хозяйств, то сейчас это все можно с помощью нашего программного продукта автоматизировать и буквально в режиме приближенном к реальному времени получать оперативную сводку, понимать, выполняется план, поставленный на неделю или на день, или суточный план, либо не выполняется. Оперативно реагировать на какие-то изменения и таким образом соблюдать экономические сроки и качественные и стоимостные характеристики работ. Значит, в том числе система наша позволяет контролировать качество работы оборудования, это, допустим, оборудование мониторинга, то есть с помощью простых довольно-таки инструментов, диспетчер, который отслеживает ход полевых работ, может оперативно реагировать на поломки, на выход из строя оборудования, другие внештатные какие-то ситуации. Есть алгоритмы, которые позволяют, в принципе, в абсолютно автоматическом режиме производить все эти расчеты, если, конечно же, техника оснащена считывателями карт, водителя, прицепного. Также у нас есть кейсы, когда мы в конце дня полностью уже рассчитаны на зарплату и механизатор может получить смс, уведомления о том, сколько он за сегодня сделал, сколько он за сегодня получил. Также у нас там есть различные чат-боты, которым можно отправлять вопросы, и он в режиме реального времени, на основе данных, которые есть в системе, отправляет вам ответы. Что сегодня сделано, сколько засеяли, то есть те типичные вопросы, которые обычно руководители задают диспетчеру по телефону. Это у нас закрыто, собственно, функционалом чат-бота, поэтому это довольно-таки снимает загрузку с диспетчера, он и позволяет диспетчеру или учетчику заняться какими-то уже более интересными задачами, кроме как постоянно смотреть в систему и отвечать на вопросы руководства. Так, далее. На данный момент множество наших, ну, множество клиентов работает так исторически получилось, что автоматизация растеневодства, первая автоматизированная система и самая распространенная, которая есть в растеневодстве, это система мониторинга транспорта. Но причем они, многие не имеют функционала экономического какого-то, либо вообще не заточены под сельхозспецифику, поэтому внедрение некоторых фарменеджмент систем сопрягается с тем, что клиенту приходится использовать две различные системы, и мониторинг, и систему FMS. У нас этот вопрос был решен в прошлом году, мы разработали собственный IoT сервер, который полностью закрывает собой функционал системы мониторинга, к нему можно подключать на прямое устройство, он очень быстрый и современный, соответственно, и можно отказаться от использования двух систем, тем самым, как сэкономив на в целом, снизив стоимость всей автоматизации производства, совокупную стоимость владения, так и упростив, то есть пользователю не надо ходить между системами. То есть у нас различные есть карточки и отчеты, на которых можно отследить полностью. Дальше, инвентаризация земельного фонда, это на данный момент очень востребованный функционал, он что он позволяет? Он позволяет получить, так скажем, многомерную с точки зрения информации, структуры информации, информацию о земле, это кадастровый слой, то есть на основании кадастровых выписок производственных, это характеристики использования, то, как поля размечены, текущие границы полей. Их можно получить различными способами, как там объездами, мерами с помощью беспилотных летательных аппаратов, на основании истории работ, там различные есть способы отслеживания именно актуальных границ полей. И также юридический слой, то есть аренда, краткосрочная аренда и так далее. То есть позволяет многим, ну, есть случаи, когда, допустим, на старте системы, система окупалась только за счет того, что оказалось, не использовалось полторы тысячи земель приобретенных. Ну, понятно, что это крайний случай, но все-таки такие случаи бывают. Затем просто даже уточнение, ну, система показывает расхождение между кадастром и фактическим использованием. У них эти все расхождения можно проклассифицировать и в дальнейшем разработать план по минимизации этих расхождений. Расхождения могут быть разного типа. Это могут быть разросшие лесополосы, это могут быть несанкционированные какие-то дороги, какие-то заросли. Либо бывают, наоборот, случаи, когда случайно распахали за пределами кадастры, это своеобразные риски, потери урожая. Соответственно, наша система позволяет всем этим все это посмотреть, контролировать и управлять. То есть в итоге вы получаете в табличном виде это вот то, что слева, то есть по видам собственности, пашни, пастбища, еще какие-то технологические участки. Сколько за кадастром, сколько наоборот кадастрок не используется и так далее. Ну или в картографическом виде вы можете, собственно, видеть кадастровый слой, слой полей, слой работ отдельно. Можно сев наложить, можно уборку. Таким образом, аналитик, который занимается земельным фондом, может очень качественно подготовиться к сезону, что сейчас очень актуально. Допустим, можно сейчас начинать этим заниматься. Также мы не обошли стороной такую, собственно, очень важную функцию, как использование спутниковых снимков. Мы предлагаем нашим клиентам, собственно, сразу из коробки спутниковые снимки Sentinel Ansight, либо можно за дополнительную плату приобретать высокоточные снимки. Наиболее распространенные индексы, которыми пользуются наши клиенты, это NDVI, это нормализованный дифференцированный индекс вегетации. И SMA, это, собственно, индекс, показывающий испоение влаги с земли. Также мы автоматически выявляем неоднородности. Есть вот такой инструментарий, просто сравнение двух различных снимков, показываем динамики, собственно, и что позволяет агрономам, специалистам производства оперативно реагировать на какие-то возникающие ситуации на полях. Ну и также особенно полезно при анализе результатов уборки, почему то или иное поле сработало лучше или в худшую сторону. Это просмотр, это ретроспективы по спутниковым снимкам, наряду с такими показателями состояния влаги на момент посева и так далее. Все погодные условия очень показательны, достаточно наглядно все это видно. Если еще, собственно, в этом году мы приступили к подключению машинного обучения к анализу спутниковых снимков, собственно, ждем еще больших результатов в этом плане, чем просто человек смотрит, либо отчет формирует неоднородность. Далее у нас есть функционал контроля урожая. Это программно-аппаратный комплекс, которым оснащаются техника транспорта комбайна и весовая. Что делает этот комплекс? Он отслеживает в полуавтоматическом режиме систему свой-чужой, контролирует наполнение бункера, контролирует перегрузку из комбайна в транспорт. Основано это все на собственных разработках, на защищенных протоколах беспроводных, работает без наличия сотовой связи интернета на полях. Информация дублируется, собственно, передается, накапливается на транспортных средствах, а затем транспортные средства, выезжая в зону покрытия интернета, передают эту информацию с комбайна. Плюс есть такие функции, очень важные, как то, что комбайн передает при выгрузке еще свои предыдущие 3-4 выгрузки, для того, чтобы информация достоверно и точно дошла до получателя, до сервера. Ну или если вообще нет сотовой связи, то, собственно, транспорт, поезжая на весовую, передает всю эту информацию без интернета, просто по радиочастотному каналу. Эта вся информация попадает на сервер к нам в акроаналитику. Ну и дальше мы там анализируем, собственно, цепочки, транспортные цепочки, передачи урожая, находим недоехавшие машины или машины, которые едут с опозданием, остановки различные, потом, ну, то есть ряд, так скажем, попыток и злоупотреблений система закрывает. Ну, так сказать, наверное, наибольшее количество способов злоупотреблений можно закрыть этой системой. Также в системе возможна интеграция с лабораторными, различными лабораторным оборудованием, ну, либо банальное внесение качественных характеристик вручную. Что очень важно, то есть мы в этом году только на нескольких хозяйствах запустили этот проект, внесение качественных характеристик, учет качественных характеристик. Но это нам очень помогло для накопления базы для машинного обучения. Мы сейчас занимаемся разработкой факторной модели производства, где, конечно же, качество готовой продукции настолько же важно, как и урожайность. Все это в конечном итоге попадает в экономический раздел системы в разрезе статей и центров затрат. Центр затрат – это у нас произрастание культуры на поле в определенное время, то есть как элемент севооборота. Соответственно, основные затраты у нас идут через путевой учетный лист – это топливо и заработная плата. Дополнительные затраты, такие как списание средозащиты растений, удобрений и так далее, идет через списание материалов к привязке к работам. Поэтому система контролирует соответствие техкарте и в том числе нельзя, допустим, отразить списание материалов на какое-то поле, если работа фактически не производилась. Это очень большое подспорье экономистам, то есть с помощью нашей системы они выверяют те данные, которые поступают от агрономов, можно через мобильное приложение списывать материалы в поле и так далее. И то есть в учетные системы, в ERP-систему уходит уже выверенная экономистами первичная информация. Ну и в дальнейшем система формирует различные своды по анализу техкарты, по анализу поля, какие операции выполнялись, не выполнялись, какие… То есть можно дальше проводить факторный анализ, исследовать факторы такие, как объем работ, стоимость работ, либо временные показатели, либо составные показатели. То есть за счет каких изменений, допустим, рецептуры, не рецептуры, собственно, но схемы защиты, как поменялась затратная часть и как это в конечном счете повлияло на урожайность, и на эффективность того или иного сорта семян, либо какая технология показалась лучше или хуже с экономической точки зрения. Это очень важно, так как на данный момент сельхозпроизводители поставлены в такую ситуацию, когда вокруг множество консультантов, которые предлагают ту или иную технологию, те или иные семена удобрения, все они, ну, конечно же, каким-то образом опыты проводятся, тестирование проводится, но анализ экономической, экономического результата той или иной технологии без применения полноценного ФМС-системы и достоверного учета результатов выполнения работ, он невозможен. Наша система помогает в этом плане. Ну, это кратко про, значит, основные сценарии. Немножко хотел остановиться на том, как мы подходим к внедрению системы. Мы, безусловно, практикуем проектный подход даже на самых небольших проектах, потому что только через проектный подход можно добиться четких предсказуемых результатов как для собственника, основного заказчика системы, так и для нас, как исполнителей. Мы предлагаем, в первую очередь, сбор рабочей группы проекта, потому что без выделения четких ролей от клиента и понятного бизнес-заказчика тому, кому эта система нужна, в конечном счете, ну, этот проект не движется. Далее мы определяем цели и задачи на ближайший сезон, либо на год. На лучший там, допустим, цели и задачи ставятся у нас, зачастую мы ставим такие цели, что вы хотите, что мы достигаем, каких результатов на, допустим, ближайшей посевной. Или там, в каком состоянии готовности система находится к весенней посевной. Далее приступаем, безусловно, к инвентаризации земельного фонда. Тут все зависит от наличия бюджета, собственно, и сколько запущенности состояния дел в хозяйстве. В принципе, мы показываем на первых же пилотных моментах, насколько там, на первом же пилоте понятно, насколько состояние, качественное состояние нормативно-справочной информации, насколько вообще в компании качественная информация по землям, по технике, по персоналу и так далее. Далее мы подключаемся к технике. Мы можем делать это через трансляцию существующей системы мониторинга или на прямую, в принципе, настраивая оборудование на технике вторым адресом наш телематический сервер. Либо мы сейчас, я считаю, что очень перспективное направление, это использование фирменного мониторинга, установленного на технике. Это может быть GD-Link, это может быть класс Telematics, либо подобные системы. Мое мнение, что в конечном счете все останутся на фирменной телематике, потому что дооснащать технику какими-то сторонними датчиками, это, во-первых, дорогостоящие мероприятия, во-вторых, зачастую качество обслуживания и качество самого оборудования не всегда желают отслеживать лучшего. Мы сейчас идем по пути интеграции с фирменными телематиками производителей техники и, в принципе, неплохо получается, клиентам очень нравится, что ими надо дооснащать. Далее занимаемся, естественно, вывергкой НСИ. Мы помогаем этим заниматься. У нас есть шаблоны специальные. В принципе, мы можем выгружать из 1С и заниматься нормализацией спорочников, которые получены из 1С. Далее, чаще всего клиент хочет, чтобы данные из нашей системы попадали, безусловно, принимались к учету. То есть это интеграция с 1С. У нас написано уже огромное количество различных API. И есть опыт интеграции с различными версиями 1С. Ну, не версиями, а конфигурациями. То есть это и ERP, и ОСХП, и просто бухгалтерия. Собственно, двух одинаковых 1С не бывает, поэтому, безусловно, нужен специалист со стороны заказчика, который знает внутренности, собственно, используемой 1С-системы. И мы совместными усилиями делаем этот проект интеграции. Обычно он занимает 2-3 недели. Далее производится запуск процессов. Бывает, естественно, в этом году выездов стало заметно меньше. Все проекты, которые запускались весной, делались по удаленке. Только летом мы позволили себе выезды клиентам. Сейчас ситуация снова ухудшается, поэтому мы думаем, все осень тоже, наверное, будет удаленное внедрение. Ну, далее мы подводим итоги и ставим задачи на следующий год либо на следующую производственную фазу. Так как, допустим, задачи на уборочную отличаются от задач на пассивную. В уборочную надо интегрироваться с весовыми и так далее. Я, допустим, посевную, там, это больше контроль использования семян, качество села, скорость села и так далее. Куда мы движемся? Какие у нас производственные планы? Ну, все раскрывать не буду, безусловно. Но мы видим сейчас, что можно шагать дальше в части прослеживаемости удобрений СЗР на основе QR-кодов, мобильных устройств. То есть, когда каждая упаковка, каждая тара СЗР удобрения идентифицируется индивидуально и прослеживается весь жизненный цикл ее от поставщика до внесения в землю на поле, до заправки опрыскивателя, либо до засыпки в разбрасыватель. Далее, то, что я и говорил, мы уже довольно-таки давно занимаемся разработкой факторной модели производства для того, чтобы система подсказывала пользователю, какой технологический сценарий даст ему те или иные преимущества и позволит ему достичь урожайности, либо качественных характеристик. И складской учет, ну, не дописался, с функционалом ВМС. То есть, вот первый пункт подразумевает под собой в том числе адресное хранение и, безусловно, без системы складского учета он практически недостижим. Собственно, ну, вот первая часть такую я вводную закончил. Если готов ответить на вопросы, скажите, пожалуйста, сколько времени? Да, время у нас есть и есть вопросы от наших участников. Я готова их озвучить. Давайте я их сейчас почитаю. А, ну, давайте, да, озвучите, пожалуйста. Контролирует ли система выгрузку бункера комбайна в определенную машину, спрашивают наши участники. Да, контролирует. Дальше, следующий вопрос. Есть ли функционал выявления расхождений между выгрузкой бункера и весовой? Да, есть. Смотрите, у нас, когда производится выгрузка бункера комбайна в технику, система формирует. Давайте я, может быть, по систему контроля готовой продукции. У меня есть отдельная презентация. Ну, давайте пока на словах. Да, контролируется. Безусловно, мы не взвешиваем объем в комбайне, ну, не взвешиваем урожай в комбайне, мы фиксируем объем выгрузки в процентах. Далее, когда транспорт доезжает до весовой, он везет с собой информацию, что комбайн номер один, модель такая-то выгрузил 80% бункера, комбайн такой-то выгрузил 100% бункера, комбайн номер три выгрузил два по половинке. Техника, транспорт взвешивается на весовой, производится лабораторный анализ зерна, в том числе, ну, рассчитывается плотность его физическая и производится обратный пересчет. И каждый клиент для себя, ну, мы с клиентом обсуждаем, рассказываем, как это все работает и определяем, какой процент отклонения обратного расчета допустим. Чаще всего это, там, 5% не больше. И, соответственно, если при обратном расчете выявляется процент больше, чем 5%, допустим, то служба безопасности очень внимательно начинает изучать этот рейс и ставит машину просто на контроль. Ну, вот банально такая проверка. Она очень эффективная, то есть чаще всего после первого же случая превышения этого процента и соответствующей работы службы безопасности клиента на этой машине отклонения прекращаются. То есть прекращают заниматься ерундой и, собственно, задача решается. Есть еще вопросы? Да, да, интересуются наши участники. Подскажите, на какую площадь хозяйства вы ориентировались при создании системы? То есть ваша система ориентирована больше на холдинг или на небольшие хозяйства 4-10 тысяч гектаров? Посоветуйте хозяйство, у кого внедрена большая часть функционала и к кому можно съездить посмотреть работу системы. Да, ну, я тут немножко сейчас похвастаюсь. У нас все клиенты на данный момент являются референсными. То есть все готовы принять. Ну, естественно, это нужно обсуждать конкретно, индивидуально в зависимости от региона и сезона и ситуации, как сами понимаете сейчас. У меня, допустим, я на понедельник и по среду был в Воронеже. Должно было пройти много встреч с моими клиентами, обсуждать планы на весенний период. Все встречи отменились, потому что всех перевели на хом-офис. Довольно крупные компании. Всех, все сидят по домам. Только по телефону все и по Zoom. Поэтому по reference-визиту вот почта есть. Давайте индивидуально. То есть обращайтесь. Мы подберем похожую компанию по объему. Клиенты у нас есть от полутора тысяч гектар. И есть компании там более ста тысяч гектар. Система используется одна и та же, но подходы к внедрению меняются, безусловно. У небольших компаний, мы так их делим, ну, знаете, условно можно сказать, что до пяти или до десяти тысяч гектар. Ну, там одни задачи. Часто это бывает, если это небольшой фермер, там, собственно, вопросы хищения зачастую не стоят остро, потому что это либо вообще семейная какая-то компания, либо довольно-таки узкий круг лиц, поэтому там больше идет речь о какой-то автоматизации, упрощении процессов и повышении эффективности, без вопросов безопасности. Если мы говорим, и там другой сценарий внедрения, мы не так глубоко там уходим в различные алгоритмы, расчеты. Там довольно просто все запускается, настраивается система, показывается главному агроному, учетчику, и на этом, собственно, они самостоятельно работают. Там обычно несложные все процессы. Далее самые такие интересные клиенты это вот, наверное, соеднички такие крепенькие, которые уже понимают, что без автоматизации они не способны охватить тот объем информации, который происходит, и появляются новые люди, за ними, собственно, нужно контролировать процесс, нужно контролировать эффективность, и они начинают задумываться об автоматизации. Систему мониторинга они уже попробовали, какой-то элементарный порядок навели, и дальше хотят двигаться дальше. Тут, естественно, тоже мы помогаем. Там уже мы помогаем ставить процессы контроля, и помогаем с точки зрения и с технологическими картами где-то навести порядок, и с нормами, и с экономикой немножко консультируем. Ну, то есть там вот такая процедура идет. Ну, а крупные холдинги, там уже совершенно другой подход. У них обычно куча регламентов, куча уже политик. Нужно интегрироваться с несколькими системами, нужно уже подстраиваться под них. Мы совместно разрабатываем обычно технологические задания, может быть, даже и на доработку системы, либо на разработку каких-то отчетных форм, либо на сложенную интеграцию. То есть вот я так бы назвал, да, есть три таких пула клиентов, это мелкие, средние и ангрохолдинги. И в зависимости от зрелости клиента мы подходим индивидуально, конечно же. То есть система рассчитана на любого клиента, у которого, безусловно, есть высокотехнологичное растеневозство, то есть там техника, то есть не ручной какой-то труд, а в основном механизированный. Тогда наша система подходит. Для садов, для садов, где ручные работы в основном, у нас есть другая система, она совершенно по другому принципу построена. Мы ее сейчас обкатываем на нашем узбекском клиенте в Узбекистане. Это крупные сады орехов. Мы вот в этом году ее запустили, мы там сделали интеграцию с системой полива. Там выдаются задания на каждый ряд, на каждый сектор сада. Ручные работы, QR-коды на столбиках с айдами. Ну и в общем там все заточено на то, что люди ходят, делают какие-то технологические операции и очень редко используется техника. Это, соответственно, совершенно другая система. Ответил на вопрос?